Доброе утро, друзья! Спасибо Ире за то, что она пожелала испечь мне такой пирог шоколадный. Он у нас достаточно, часто дома печется, дети очень-очень его любят и съедает этот пирог быстро, 20 минут, полчаса и пирога нету. Преимущество пирога в том, что его можно сделать на свой вкус и помягче, например, как мы любим, таким мягким внутри, немножко на грязь похожим. И можно сделать пожёстче, выпекая подольше, например, в духовке. И вот такой мягкий, как сейчас показано, пирог я могу поставить на сутки, на двое в холодильник. И тогда он внутри будет таким более упругим и вкус более насыщенный шоколадный. Но у нас он в холодильнике не застаивается на сутки или на двое, мы его съедаем практически сразу. Для начала возьму форму, эту форму кусочком масла натру и вот так по бокам, как показываю, для того, чтобы пирог не пригорал. После того, как масло я натерла, можно сбрызнуть, например, растительным маслом нужно присыпать лукой немножко. Для пирога нам понадобится разрыхлитель, масло, маргарин, шоколад, лука, яйца и сахар обычный белый. Одну чашку или миску, желательно пластиковую, но можно растапливать и в железной плошечке. Я растапливаю в обычной микроволновке. Шоколад и масло отправляю в микроволновку для растапливания. И параллельно, пока в микроволновке топится шоколад и масло, я взбиваю яйца с сахаром до состояния белой воздушной пены. Хочу заметить, пока яйца взбиваются, что шоколад нужно в микроволновке особенно на низкой температуре разогревать, потому что иначе он может очень быстро сгореть. Также можно иногда заглядывать на микроволновку, смотреть, не подгорел ли шоколад и масло перемешивать с шоколадом иногда. Можно растопить на водяной бане шоколад с маслом сливочным на плите, кому как удобнее. Пена наша получается вот такая белая светлая пена, упругая. И вот я достала из микроволновки масло с шоколадом, перемешиваю до однородной консистенции, чтобы она получилась такая однородная, однородно-шоколадная. Далее я в ускоренном темпе покажу, как вот моя уже однородная шоколадная масса попадает в яйца. И она достаточно теплая должна быть, но и не так, чтобы яйца свернулись, не горячие. Миксером не вбиваю шоколад в яйца, потому что тогда воздух изенит с пеной, оно осядет достаточно быстро. Такой тоненькой струйкой вмешиваю шоколад в яйца с сахаром, аккуратно лопаткой, это не займет много времени, минуты 3, не больше. Также начинаю всыпать муку и разрыхлитель. После того, как шоколад уже я неслам яйца с сахаром, я добавляю через ситечко, чтобы не было комочков. Муку и разрыхлитель вместе. Мука обогащается кислородом через ситечко. Я рекомендую всегда пользоваться на кухне. Иногда у меня остается немножечко, я, например, спешу и иногда у меня остается немножечко муки. Ну, не размешанные. Ну, конечно, не комки. Ничего страшного, она в процессе выпечки, жир будет расходиться. И эта мука, вот, например, да, сейчас видно, эта мука, она разойдется во время выпекания. Вот, пирог готов, я его достала. И сверху украшаю то, чем есть под рукой. То есть, если есть ягоды, отлично, можно орехи, можно ничем, просто присыпать сахарной пудрой. И на свой вкус можно выложить сливки, добавить, например, взбитый творог с сахарной пудрой. На ваш вкус и фантазию, а также то, что есть дома. Получается, порадовайте и близких вот таким простым, очень быстрым пирогом. И себя, конечно, с чашечкой кофе. Всем спасибо за просмотр и до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok